Сегодня писали этнографический диктант. Эта всероссийская образовательная акция становится все более популярной. Ровно в 10 часов утра за парты сели больше 300 тысяч участников акции. Клинчане в их числе писали диктант на 8 площадках. Подробности далее. Что такое пельнянь, когда появились бабьи деревни и почему матрешку называют матрешкой? А вообще в этнографическом диктанте 30 вопросов, 20 из которых общие, а 10 уникальные для каждого региона. На написание диктанта дается 45 минут, а получить за него можно 30 баллов. 17-я школа – одна из 8 окружных площадок этнодиктанта. На этот раз школьные парты делят педагоги, учащиеся и даже депутаты. Вот ладошки, вот они потеют, как и у всех учеников. Мы люди, поэтому, конечно, волнуюсь, конечно, волнуюсь. И, безусловно, профессионализм в любом случае сейчас подключится. И как только я возьму ручку и листок, наверное, все это пройдет. Цель акции – привлечь внимание к истории своей страны и поднять образовательный уровень россиян. Мне кажется, что каждый человек, каждый гражданин России должен знать свои традиции, традиции народов, населяющих нашу территорию и живущих рядом с нами. И даже начиная со старшеклассников, каждый должен приобщаться к знанию этих традиций и углублять свои знания. На этот раз всероссийскую образовательную акцию поддержали более 500 клинчан. В масштабе страны – 300 тысяч человек. При этом с этого года акция получила статус международный. Этнографический диктант сегодня писали на пяти континентах, включая Антарктиду, в 35 странах и даже на космической станции. По мнению организаторов акции, такое единение укрепляет международную дружбу и помогает понять истинные ценности. А если следовать вопросам или посмотреть на содержание диктанта, это как раз те самые точки, на которые нужно обратить внимание каждому образованному человеку, чтобы снять, скажем, проблемные моменты несогласий или недопонимания чего-то и с уважением относиться к равному гражданину Российской Федерации на своей территории. Кстати, написать этнодиктант в режиме онлайн можно будет вплоть до 10 утра 5 ноября. Достаточно зарегистрироваться на сайте www.mir.ethno.ru и пройти тестирование. Индивидуальные результаты опубликуют 12 ноября. Уже после этого каждый участник сможет оценить свой уровень этнограмотности и сделать работу над ошибками. Николай Матюнин, Максим Максимов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.